Всем привет! Вы на канале Gambit Game и сегодня я расскажу и покажу вам много редких, интересных, крытых и может быть даже упущенных вами предметов, которые можно получить при прохождении первого акта игры Baldur's Gate 3. Для тех, кто не видел первую часть, в описании под видео оставлю ссылку, обязательно посмотрите, вдруг вы упустили что-то для себя интересное. Тем же, кто посмотрел первую часть и особенно тем зрителям, кто оставлял свои комментарии об упущенных мною предметах, а также делился информацией, как их раздобыть, хотел бы выразить отдельный респект и благодарность. Спасибо за вашу поддержку. Немного слов и для тех зрителей, которые боятся спойлеров, которые жалуются на спойлеры, которые живут энергией поглощенных спойлеров и остальных спойлеровфилов. Сразу прошу вас закрыть это видео, дабы после мне не пришлось созерцать ваши душераздирающие истории о том, какой автор негодяй и как подло с вами поступил. Остальных же прошу усаживаться поудобнее и мы начинаем. Поехали! И начнем, пожалуй, этот ролик с обзора нескольких предметов, которые уже были освещены на моем канале в более мелких форматах видео. А именно, первым из таких предметов будет вызвавшее просто массу споров среди зрителей кольцо щедрости оборотня, которое можно получить, если расправиться со странным волом еще в замрудной роще. Почему-то некоторые зрители восприняли мою роль как призыв к действию и засыпали негативными комментариями по типу «да это убьет дальнейшую цепочку», «это сломает романтическую сюжетку с Карлах» и подобные. Специально для таких зрителей скажу, что практически любой ролик, просмотренный вами на ютубе, есть не что иное, как субъективное мнение автора, вынесенное на всеобщее обозрение. Никто вас не призывает повторять увиденное. Поэтому после просмотра чего-либо только вам предстоит решать, поступает ли так же, как советует автор или нет. И ни в коем случае не стоит перекладывать на него потом ответственность за совершенные вами действия. Но вернемся к кольцу. Если кому-то будет интересен полный ролик о нем, сейчас вверх вылезет подсказка. От себя лишь хотелось бы добавить пару срок о его скрытой имбовости. И дело в том, что надевая данное кольцо и применяя к персонажу заклинания смену облика, например через маску оборотня, вы получаете 1 до 4 единиц ко всем проверкам. Ко всем! Теперь после получения бафа меткой перевертыша, это кольцо можно снять, не потеряв тем самым его баф. А на его место поставить другое, на ваш взгляд более полезное кольцо. Получается просто баф 1 до 4 единиц ко всем проверкам просто так. Согласитесь, круто. А теперь помножьте его на 4, поскольку так можно сделать каждому члену вашего отряда. Да как же можно не оценить такое усиление, я не знаю. А теперь подумайте, стоит ли романтическая цепочка с корлах отказа от этого кольца на самом старте игры. Тем более, что разработчики пытаются решить этот вопрос и возможно скоро это дело пофиксит. А мы двигаемся дальше и я прям бегло упомяну о неосвещенной мною серебряной подвеске, которую можно найти, прочитав карту орфистов недалеко от места крушения наутилоида в самом начале игры, которая дает вам навык наставления, дающий прибавку 1 до 4 к проверкам характеристик. А перчатка гордости адского всадника, который можно украсть или получить за выполнение квеста утифельника Зевлора из изумрудной рощи, дающий владельцу возможность даровать другому существу устойчивость дробящему, колющему и режущему урону, когда он исцеляет такового. А кольца контрабандиста, лежащего в скелете у реки чуть ниже ста игнолов, кто разграбили караван и дающий своему владельцу бонус 2 единицы скрытности и ловкости рук в обмен на 1 единицу харизмы. А глефис – кордь, который можно украсть из тайника самого друида Альсина в библиотеке Анклава, что находится в сердце самой рощи. Глефа, кстати, для старта очень неплохая, имеет неплохой урон и активный фокус «Горький выпад», работающий от бонусного действия и способный притягивать к вам врагов дополнительно нанося им урон. И о клинке «Вечное пламя», который можно залутать, еще находясь на корабле элитидов, с отличным для старта показателем урона и дополнительным уроном тагня. Более подробные ролики о всех этих предметах уже есть у меня на канале, можете ознакомиться, кому будет интересно. Интересным также, на мой взгляд, предметом может оказаться и идол Сильвануса, дающий умения в навыках природы и дрессировки, не занимая при этом слоты экипировки, а просто находясь в инвентаре и действия при этом на небольшом радиусе на всех персонажей и NPC. Ролик о безопасном получении которого также есть у меня на канале, сейчас появится подсказка. Далее на очереди упущенный мною предмет «Бич Лавиатар». Все же помнят товарища Абдирака, что стоит в святилище, захваченном гоблинами, и даруют вам в случае правильного прохождения проверок баф «Милый Славиатар». Если нет, то загляните на канал, там есть подробный гайд о его получении. Так вот, оказалось, что ту палку, которую он воступит, можно таки получить без последствий. Стыри ее в подходящий момент, например, сначала отказавшись от его услуг, а потом заговорив о них, стыри себе предмет вторым персонажем во время диалога. Палка, кстати, довольно интересная, поскольку фигачит массово всех окружающих владельцев персонажей на 1д6 некротического урона, при этом дарующий самому владельцу устойчивость к такому урону. Радиус, кстати, неплохой, при этом можно найти массу предметов синергии с некротическим уроном. Если вдруг не получается его украсть, то всегда можно использовать все же известное заклинание жреца «Приказ бросить оружие», поскольку оно не делает нейтральных существ враждебными к вам. Ну или на худой конец его можно просто убить и забрать балаву с его тела. Однако делайте это уже после получения состояния «Милый Славиатар», но до того, как решите перебить всех гоблинов. Иначе дружище просто свалится во своясье. Помните гитянки, которые устроили расправу над огненными кулаками неподалеку от Горного Перевала? Так вот, если вступить с ними в конфликт, можно поутать с их тел тухи без особых излишеств, но все же лучше, чем ничего. А если поступить еще тоньше, то с помощью заклинания жреца «Приказ бросить оружие» или с помощью умения воина «Дистанционный безоруживающий выстрел» можно выбить из рук Китрака Восса серебряный меч астрального плана легендарного качества. Тут, правда, опять же много нюансов. Споров и догадок. Как в дальнейшем сложится сюжетная цепочка. Но факт возможности достоин упоминания. Ведь иначе обзавестись им получится только в третьем акте. Возможно, кстати, разработчики поправили этот момент в крайнем патче, поскольку люди сообщают о наличии теперь у него простенького арбалета вместо меча. Прибираемся потихоньку в болото, где возле дерева с окружающими его грязевыми мифитами и вайдами с останков одного из вайдов можно залутать щит из дерева вайды с умением ближнего боя, опутывающий удар вайды, ограничивающего возможность перемещения врага. Тут же, кстати, рядом в сундуке находятся и перчатки молниехваты, подходящие, например, монахам, поскольку дает два заряда молнии владельцу, попадающему по врагу атакой без оружия, да еще и с дополнительным умением эффективный передатчик, когда ваши атаки, заряженные молниями, имеют преимущество против металлических конструкций и противников металлической броне. Двигаемся дальше и на подходе к дому тетушки Этель встречаем одинокого охотника Ганрелла, где-либо с его тела, либо опять же воспользовавшись заклинанием приказ бросить оружие, заставляем бедолагу расстаться с его арбалетом устремления Ганрелла, обладающим преимуществом против любых чудовищ, имеющего единичку зачарования и имеющего также умение священные боеприпасы, позволяющие дополнительно сотворить заклинание изгнания нежити. Если при сражении с Каргой, оставив ей примерно меньше 30 очков здоровья, дать ей сделать свой ход, не прикончив ее, то она пожелает сдаться в обмен на Силу или Девчонку, а при удочных проверках и вовсе согласится остаться без обеих. Силой же является единичка любой выбранной вами характеристики на выбор, весьма полезная вещица, учитывая ее редкость. Все тут же, уже в комнате самой Карги, можно сначала обзавестись амулетом Севидящего Ока с заклинанием первого круга защиты от добра и зла и посохом ведьм, почему-то якобы легендарного качества, хотя по факту имеющего надпись необычной. Странно, да и сам посох слабоват, имеет лишь взглядание первого круга луч болезни, который хоть и вступает в синергию, например, с добываемой в паучьем логове курткой, увеличивающей урон ядом на 1 до 4 единиц, но после использования нуждается в коротком отдыхе. Если после спасения Марины оживить ее мужа, используя жезл из убежища Карги, а после оставить его себе, то жезл сменит название на второй брак и позволит вам постоянно призывать ее мужа Коннора Виндерблада в виде зомби на 10 ходов. Боец из него так себе, конечно, зато как приманка, вполне сгодится. Оказавшись в убежище Зентарин, можно найти там торговца по имени Брем, который, к сожалению, на первый взгляд, ничем хорошим не обладает, а все потому, что заправляющий там мадам Зарис вам пока не доверяет. Быстро исправляют ситуацию, возвращая ей желаемый сундук каравана, квест на поиске которого она даст вам, если к ней не вернется товарищ Руган или вернется с пустыми руками. К тому же она пообещает нам работенку в самих вратах, да еще и наградит нас за старание арбалетом Гарольд, единичкой зачарования и активной способностью Рог Гарольда, вешающий на врага на два хода порчу, если тот не пройдет испытания харизмы. Неплохой арбалет, ходил с ним долгое время. Желаемый ею сундук, к слову, тоже сюрпризом. Найти его можно в пещере, где отбивались от кучки гнолов и перебирали с их лидера разбитый цеп из предыдущего ролика. На сюрпризе предлагаю вам знакомиться самим, скажу лишь, что при определенных обстоятельствах можно и конфетку съесть, и... ну вы сами знаете. В общем, никто не мешает присвоить себе этот сейф после сдачи квеста обратно, обчистив карманы зарис. А торговец Брем после такого проникнется к нам невероятной любовью и расширит список товаров для приобретения, а ведь там есть на что посмотреть. Тут тебе и жилет с тряски синергии с другими предметами, использующими или дающими заряды молнии. И арбалет истребитель великанов с активным умением тяжелый удар, заставляющий шататься цель на два хода. Шатающаяся цель имеет штраф в единичку к броскам атаки. И длинный лук с титановой тетевой, наносящий помимо единички зачарования еще и дополнительный урон от модификатора силы. И перчатки градошипов с одноименным умением, стреляющим по области взрывными снарядами. И с просто выводящими вашего ворона новый уровень перчатками воровства, дающими ему преимущество при проверках ловкости и позволяющие просто до последнего песа обещать в карманы всех торговцев без шансов быть пойманным. С кучей всяких безделух на плюс единичку и, наконец, расширяющим клинком, рапирой с умением едкая кровь, позволяющим, получая самим 1д6 режущего урона, наносить цели дополнительно 1д6 урона огнем. Тут же в убежище, в схрончике за семью замками и охраной можно найти эпические перчатки, манящие в бездну, обеспечивающие носящему ауру демонического духа, дающие призванному владельцам перчаток существу устойчивость к любому урону, кроме психического. Однако существу необходимо каждый ход проходить испытания мудрости, чтобы не пасть в безумие. Теперь отправляемся в подземье, где просто кладезь интересных предметов. Первым делом ознакомимся с ассортиментом торговца Блорга на случай, если вы ворвались в колонии Меконидов с боем. Он предлагает Топогине мыслимого шага, не снижающий скорость перемещения своего владельца на сложные местности, обруч взрывов с засклинанием опаляющий луч второго круга, короткий меч пагубный, раскрывающийся в руках лишь потустороннего рыцаря одной из вариаций война или колдуна, связанного договором, при этом даруя им единичку к броскам атаки и урона, а также шансом наложить на противника порчу. Амулет сила мысли с заклинанием волшебная стрела первого круга. Сила таких предметов, кстати, в том, что можно использовать их всех по очереди до отдыха, а потом разом перезарядить их все. Пепельные башмаки, дающие жар на два хода владельцу, когда тот накладывает на противника горение. Жар бьет владельца каждый ход 1 до 4 единицы урона, но зато владелец может поглотить весь накопленный жар, чтобы дополнительно нанести по 1 единицу урона за каждый оставшийся ход жара. Коречка дар солнцехода, дающий владельцу зрение видеть в темноте на расстоянии до 12 метров. Головной убор податель жизни, дающий владельцу 3 временных очка здоровья за каждый заряд молнии, но отнимающий их все при лишении зарядов. Увы, временные очки здоровья не стакаются. И, наконец, первый посох мелфа, которая помимо заклинания кислотная стрела мелфа второго круга, также дает бонус в единичку к классу сложностей против заклинаний и к броскам атаки заклинаниями. Как и всегда, вещи эти можно либо купить, либо просто стащить вашим штатным щипачом. Если быть с блоргом предельно честным при первой встрече, то он позовет своего щипаломордого товарища Амеллума, в карманах которого есть немного интересных вещиц. А именно, кольцо защиты разуму с активным умением приюта, дающим преимущество при испытаниях против обворожения, которое он ему, кстати, предложит награду за выполнение его квеста, если вы, конечно, на него согласитесь. Так что не спешите воровать. Посох от звукотворения с активным умением стихийный резонанс, где нанося стихийный урон, вы на два хода получаете устойчивость к урону от нанесенной стихии. Кольцо успокоения, дополнительно восстанавливающий две единицы здоровья, каждый раз исцеляет существо, идеально подходящее вашему штатному доктору. Амулет жемчужины силы, позволяющий своим действиям восстанавливать одну любую ячейку заклинания на выбор. Сапоги буревых раскатов, накладывающие на врага реверберацию на два хода, каждый раз, когда вы накладываете на него какое-либо состояние. В этом состоянии враги имеют штраф в единичку к испытаниям силы, ловкости и выносливости за каждый оставшийся ход реверберации, а набрав четыре хода и вовсе получают один до четыре урона громом и могут упасть сплошмя, правда теряя при этом все стаки реверберации. И обруч теневых чар, дающий вашим магическим классам бонус в единичку к классу сложности испытаний против заклинаний, увеличивая тем самым шанс попадания, пока вы находитесь в затемнении. Завершение квеста Амелума, кстати, даст вам действие инстинкт выживания, накладываемый на три хода и при смертельном ударе восстанавливая владельцу 3-4 очков здоровья вместо потери сознания. И чтобы более не возвращаться к теме торговцев в данном ролике, сразу покажу ассортимент торговки Дзерит, находящийся в том же лагере. А тут у нас и амулет восстановления с двумя заклинаниями на подхил первого и третьего круга, одно из которых массовое. Едкий цепь с умением разъедающий удар, который помимо бонусного урона кислотой, оставляет еще и лужу, снижающую класс брони на 2 единицы. Перчатки травника, позволяющие снимать эффект отравления с длительными действиями, например, заклинаниями. Кольцо прыжка с одноименным заклинанием, в три раза увеличивающим его дальность. И полезное, на мой взгляд, едкое кольцо, добавляющее любой вашей атаке 2 единицы урона кислотой, особенно раскрывается в руках персонажа с двумя оружиями. Она же, кстати, может выдать вам квест на поиске своего муженька, награду за успешное выполнение которого пообещает вам что-то интересненькое, если найти ее после в вратах Балдура, да еще и выручающее вам предмет перчатки неукротимого Кусига или Кусиго, владелец которых наносит дополнительные 1 до 4 урона метательными атаками и атаками импровизированным оружием. Оно отлично дополняет колечко с похожей прибавкой. В этом же лагере нашла пристанище и темное гномиха Тулла, желающая непременно расстаться с башмаками скорости, имеющие действие щелкнуть каблучками, увеличивающие скорость перемещения за бонусное действие вместо основного. Могут быть весьма полезны. Способов получить их от нее масса, думаю, вы и сами выберете для себя что-то по душе. А если вернуться к старушке торговки Дерит, то возле ее рогатой скотиняки можно обнаружить скрытую дверь, пройдя проверку внимания. Особенно нетерпеливые могут сразу эту самую дверь просто сломать, слегка подпортив отношения с торговкой и забрать оттуда редкий капюшон тень Минзобиранза с действием, позволяющим стать невидимым на два хода. Это, кстати, местная Сокровищница Владыки Спав, лидера Меканитов, которая, между прочим, откроет вам доступ к ней, если вы пройдете его квест. Именно поэтому я сделал замечание про нетерпеливость. Тут же в Сокровищнице с трупом можно подлутать интересную вещицу Ледяной Металл, одну из трех составных частей неплохого посоха. И раз уж речь зашла о нем, то давайте соберем его полностью. Вторую часть вы заберете у мужчину Филор Забытый, который напрочь отказывается вести с вами какой-либо диалог и находится недалеко от дерева Сусур. Третью же часть вы сможете собрать у песнажа по имени Дхорн, предварительно одолев Наблюдателя, недалеко от силы низкого аванпоста. После чего, объединив все три части, получите эпический пособ Скоробный Хлад, дарующий владельцу фокус Ледяной Луч, дополнительно наносящий ничку урона Холодом и с некоторым шансом способный при нанесении урона Холодом наложить на цель охлаждение, вдвое увеличивающий в таком случае урон Холодом по цели, но дающий ей сопротивление к огню. Уже упомянутый Высший Наблюдатель хранит при себе эпический амулет Глаза Наблюдателя двумя заклинаниями третьего круга Школы Некромантии Лучом Страха, пугающим на два хода цель, которая по сути становится неспособна ничего делать, и Лучом Ранения, наносящим 2d8 некротического урона или половину от этого, если цель пройдет испытание выносливости. В самом же силуницком аванпосту в сундуке можно нащупать Шлем Избиения, позволяющий вам лутать временные очки здоровья при использовании любой из кара, например, Полодитель. Количество временных очков здоровья определяется вашим модификатором Харизмы, а с одного из Минотавров протусуются у выхода с ванпоста, можно отжать амулет недостойных, дающий устойчивость к режущему урону, правда, накладывая также уязвимых тропящему. В сундуке, спрятанном за паутиной и запертый на приличный класс сложности замок, практически в центре подземелья, можно залутать клепанный кожаный доспех дроу к 12-м классам брони и единичкой к навыку скрытности. Неплохая альтернатива паутинному доспеху, который в прошлом ролике мы забирали у ментары, правда, без преимущества при проверках выносливости. Да, кстати, забыл упомянуть про еще одну диковинку, которая также находится недалеко от аванпоста. Глядя на нее, сразу вспоминается меч короля Артура, и даже разработчики на это намекают. Так вот, длинный меч Палар Алуве, который можно достать из камня, наделить носителя одноименной мелодии, действием, позволяющим на выбор на 5 ходов, либо накладывать на всех врагов в радиусе 6 метров штраф 1 до 4 к испытаниям харизмы, мудрости и интеллекта, при этом затронутые существа также будут получать дополнительно 1 до 4 единиц урона громом, либо наоборот, бафать союзникам с тем же радиусом, давая противоположные штрафы бонусы. Птичник во тьме под названием Булей, находится чуть ниже дерева Сусур, и сразу атакует вас при приближении, оставит после себя искателем тканевую одежду кровопийцы, дающую владельцу эффект озлобления на один ход, когда тот получает урон, озлобление на единичку увеличивает наносимый персонажем урон. Недалеко от башни умело скрыт проход в логово рыболюдов, где сначала на подходе к нему можно с лежащего перед спуском скелета залутать шлем независимости, дающий владельцу умение в испытаниях мудрости, а спустившись в сам проход и оказавшись в логове рыболюдов, решив вопрос с божеством, награду можно получить якобы божественный серп Буала, жалкой копии бога Баала, с благословением этого бога в виде преимущества в бросках атаки по целям с кровотечением. И раз уж ценители в кавычках спойлеров сразу закрыли видео, то вот вам небольшой совет. Пригерните бой с этим провозгласившим себя богом негодяем, поскольку убив его, вы получите сразу более 500 единиц опыта, а серп стащите у местного жреца. Можно, конечно, перебить и чешуйчатых психов, только учтите, что тогда серп потеряет свое благословение. Все тут же в логове с загребным паркуром спрятан сундучок, в котором натомится средняя бронька, дающая вашему хилеру возможность уводить из-под угрозы других персонажей, поскольку при исцелении тот автоматически отступает, не провоцируя в неочередную атаку. Это скользкая кольчужная рубаха, возможно, неплохая вещь на данном этапе игры. Перед местом, куда вас пошлют разбираться с двергарами, вы обнаружите много трупов, как двергаров, так и казненных пленников. И вот с одного из трупов пленника можно подобрать меч первой крови, который наносит дополнительно 1d8 единиц урона по целям с полным запасом здоровья. У меня, например, он сразу подошел ассасину, который стал какие-то невменяемые цифры наносить своим ударом из-под тяжка. В трупаке чуть ниже лежит сомнительный кривой жезл огненных шаров, который хоть и кидает фаербол с приличным уроном, но делает это, как годовал ребенок. Под себя. Будьте аккуратны. Да и всего одно использование делает его лишь приятной безделушкой. Гехугалек, приспешник Абсолют и по совместительству предводитель местной шайки двергаров, любезно оставит вам после себя топор истребителя с дополнительным 1d6 уроном огнем, но только по растениям, насекомым и маленьким существам. По сути, это просто большая мухобойка, достойная разве что валяться в нашем лагере для красоты и коллекции. После чего отправляемся, наконец, в последнюю на сегодня локацию разрушенная башня. Раза в приходе в локацию, в сундуке нас ждет легкий молот раскалывающий небеса с заклинанием жгучая кара, как у вашей приятельниц карлах, наносящий дополнительно 1d6 урона огнем и поджигающий цель, чтобы продолжить наносить 1d6 урона каждый ход. Правда, требует от вас поддержания концентрации. На первом же этаже башни в сундучке вас уже заждалось ожерелье нераскрытой тайны с заклинанием второго круга школа прорицания обнаружения мыслей, позволяющие получать дополнительные реплики в диалогах. На третьем этаже самые внимательные обратят свой взор на самый обычный сундук, внутри которого умело замаскированы под посуду всякие полезные безделушки, которые, извлекаясь из сундука, обретают исконный вид. Одной из таких и будут сапожки милость мистеры, дающие владельцу заклинания плавного падения первого круга школы превращения. Сам сундук, кстати, также может оказаться полезным в ваших приключениях, поскольку превращает любой помещенный в него предмет в посуду, меняя соответственно его вес до практически минимального значения, а значит позволит вам носить просто тонну предметов с собой, не боясь перегрузки. Сундук возле кровати, находящийся уже на четвертом этаже башни, хранит необычное кольцо друг мага, прибавками в единичку к показателям магии и религии. На пятом, в самом верхнем этаже башни, робот по имени Чапи, в ключу, металлическая копия хозяина, при правильных репликах оставит вам в пользование кольцо, направляющий свет с одноименным фокусом. Кольцо можно также забрать с останков этого робота, в случае, является ключом к подвалу башни, одев который и подойдя к лифту, вы увидите новую кнопку, которая вас туда и приведет. А пока с робота Бернарда не забудьте собрать алебарду светотворения, имеющую в своем арсенале 1D6 дополнительного урона молний. Правда, с шансом оглушения владельца, если тот не конструкция. Ну вы же просто машина для убийства, так что вам это не грозит. Также на этом этаже есть интересная табуретка, пассив на которую, персонаж почувствует прилив бодрости, а показатели его силы сразу же возрастет до 21 единиц. Закинуть табуретку к себе в сумку почему-то не получается. Огромный сундук, пожалуйста, маленькая табуретка, неа. Отеплилась надежда на перманентные баф силы. Ну и ни с чем мы тоже не останемся, ведь если сломать табурет, то после него останется рофлодубинка холмового великана, увеличивающая силу персонажа-носителя до 15 единиц. Как мне показалось, единственным применением вашему исключительно дальнику, схватившему в руки лук, упомянутый ранее в ролике, далее же нам осталось добрать посох мистического благословения с одноименным заклинанием первого круга, дополнительно дающим 2 до 4 заклинаниям, использующим броски атаки, и колечко из крошит, дающие владельцу устойчивость к урону молний. Честно говоря, я надеялся уместить все предметы первого акта в две части, но увидев сколько тут всего, осознаю о необходимости еще одной, а может и нескольких частей. Вот такой вот получился насыщенный ролик, надеюсь, каждый из зрителей узнал для себя полезную информацию, буду благодарен всем оценившим ролик лайком и возможности комментариям, ведь все это помогает развитию канала и выходу нового контента. Удачи! Бро, ты подписаться забыл.